Привет! Я Станислав Чернышов, и вы смотрите и слушаете «Русский календарь». Сегодня наш герой – человек, который ездил в далекие и опасные страны, а умер в своей стране трагически, который знал двадцать языков, но не смог договориться с советской властью, человек, который всю жизнь работал над тем, чтобы на земле не было голода, а умер фактически от голода. Николай Иванович Вавилов – великий ботаник, генетик. Его отец был бизнесменом, как мы сейчас говорим, или купцом, купец, от слова «купить», как говорили в то время. Но все дети в семье были очень любознательными и хотели получить образование. Вавилов стал ботаником, генетиком, академиком, его брат стал известным физиком и тоже академиком в сфере оптики. Одна сестра стала врачом, а другая – микробиологом. Вот такая семья. Вавилов очень любил науку и теорию, и практику, эксперименты. Очень много ездил в экспедиции, он посетил больше пятидесяти стран, и экспедиции были очень тяжелые. Он ездил в Афганистан, Иран, Африку, Латинскую Америку, где собирал генетический материал растений и изучал местные растения. Работал день и ночь, спал по пять часов, много общался с иностранными коллегами, участвовал в международных конференциях и конгрессах. Вавилов был первым советским ученым, которого пригласили на международную конференцию в Америку после революции в России. Но из-за проблем с визой он на конференцию опоздал. Такая история. Но у него была мировая известность в науке и большая административная и научная работа в России. Он сделал большие, важные открытия в сфере генетики растений, иммунитета растений и открыл доисторическую родину культурных сортов. Вавилов много помогал молодым ученым и поддерживал сначала молодого специалиста Лысенко, который строил новую советскую марксистскую коммунистическую ботанику. В принципе он говорил, что такие факторы, как температура, например, могут менять генетику. И так как Советский Союз создавал нового советского человека, это была политически очень хорошая теория, которая понравилась Сталину. Генетику Сталин не любил и считал наукой буржуазной и фашистской. А еще Лысенко решил использовать репрессивный аппарат государства и идеологическую критику в научных дискуссиях. Лысенко говорил, что в науке и конкретно в ботанике тоже есть враги советской власти. И карьере Вавилова пришел конец. В 1939 году он должен был ехать на организованный им международный генетический конгресс в Шотландию, но советское государство не разрешило ему эту поездку. И на конгрессе место председателя конгресса, место Вавилова было пустым. Во время последней встречи со Сталином, да, у них было несколько разговоров, Сталин сказал Вавилову, вот вы изучаете цветочки, да, цветы, цветочки, а надо заниматься реальной практической работой для государства. И Вавилов начал просто лекцию о том, над чем он работает, какие проблемы решает он и его институт, и почему это важно. Сталин слушал, ну, в конце просто сказал, это все, вы свободны. Вавилов ушел и скоро был арестован. Конечно, на процессе вспоминали, как он давал интервью иностранным журналистам, например, французским, а это не очень хорошо, знаете. Говорили, что он член правой антисоветской организации, никакой организации, конечно, не было. И что он шпион, потому что он много встречался с иностранными коллегами из разных стран и часто ездил за границу. Ну, конечно, шпион. И в результате ему дали 20 лет тюрьмы, но в 1943 году Вавилов в тюрьме умер фактически от голода. Но, как написали в медицинских документах, умер, потому что у него остановилось сердце. Вот такая причина. Институт Вавилова продолжал работать. В 1955 году Вавилов был реабилитирован. В 1970 году советские генетики, а генетику уже разрешили, поставили памятник Вавилову на кладбище. Это было не совсем официально, и советская власть была недовольна, но памятник стоял, и никто серьезно репрессирован не был. Сегодня коллекция генетического материала растений, которую собирал Вавилов, стоит больше восьми триллионов долларов, по оценке Всемирного банка. Теории Вавилова и его открытия продолжают работать и использоваться в науке, а имя Вавилова носят улицы в разных городах и даже кратер на Луне. Вот такая история. Спасибо за внимание. Вы смотрели и слушали Русский календарь. Напишите, какие еще темы вас интересуют. Я постараюсь рассказать вам еще много интересного. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова